Получить интересное Да, особо ничего А чё вы тут, чуваков, а? Чё вы чуваков тут приструнили, не понял А-а-а-а-ой, ой-ой-ой, ребята, чё вы так недружелюбно стреля... встречаете? Блин, вот это вы нарвались, ну вот это всё, это вам конец Это просто вы зажрались уже конкретно, причём Блин, а вас тут много? 11 человек? Ничего себе, ещё на открытом пространстве, ё-моё 12, ой-ой-ой, сколько гранат вы кидаете, а вы тут активные, молодцы Ничего не скажешь, драйва приносите, хорошо Вот за это чистое небо и, конечно, и получает пальму первенства по искусственному интеллекту среди всех частей сталкера Вернее, потому как он читерски подкручен тут Ой-ё-ёй Так, а чё ж с ними делать? Их тут дофига, это если мы сунемся... Блин, ну, ещё и попадают, они всегда почти 100% всегда попадают Чувак засел тут, интересный Так, а чё тут у нас? Ещё и аномалии посередине кучи, нам тебе аномалии бежать совсем не с руки Мы же не камикадзе Так, чё один? Это третий получается Ещё и тринадцать человек, ничего себе, ну там, по-моему, трёх я видел одиночек, это три минус, то есть десять человек ещё у них, и все с автоматами Так, ещё один, так, это получается у нас третий, да, или четвёртого мы завалили Кто там дальше идёт? Ещё один Четыре, блин! Вот это я еле успел Вот это ты быстрый парнишка Вот это я хорошо попал На то у меня уже аптечки и бинты, я так понял, закончились Да, конечно Совсем чуть-чуть, ещё пару бинтов, ёмко Десять человек, что же с ними делать? Как же стрелять? Так, есть ещё один Там, я так понял, одна двое сразу уменьшилась Кто-то загнулся от аномалии Нет, этого, к сожалению, мы не застрелили Не смогли, просто-напросто Получи Есть ещё один И осталось человека четыре, пять Ещё один Блин, да-то они меня зажали Ещё один И ещё один Нет, это Это что-то не то Хей Это одиночка, блин Я в одиночку попала Пускай извиняет Я ничего не могу сделать Надо было не мешаться Ещё один Да, всё Тут их осталось совсем чуть-чуть Фуууууууу Блин, блин, блин пока все четыре одиночки это точно что земля мягкая постель блин ну ё-моё ну попал же столько говорил за эти аномалии сам попал не егор малыш что ты малыш до несколько чувачков конечно не смог спасти но вы уж извиняйте дружище я везде то не поспею и насколько я понял я с бандюками теперь не сильно хороших отношениях то есть у нас терки ну и по делам скоро быстренько придем к ним еще немного поапгрейдится правда надо потому что я так вижу они метко стреляют это во первых во вторых вооружение классное соответственно если на базу решимся напасть то нужно как-то это посерьезнее все оформить хотя бы винторез уже получить для винтореза необходимое количество патронов тогда все будет окей иначе это весьма ограничено и предложение да я ж только что оттуда брал интересно что не все взял что ли но блокпост да 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 блокпост блокпост иди сюда идите сюда друзья сейчас блокпостом будем разбираться так кто-то меня назвал тупорылым вот друзья детьми нему не понял блин мутанты весь блокпост перебили как не честно я так грозился таким угрожал так хотел сам поучаствовать непосредственно в их истреблении вот так получилось такой гнилой расклад а ешь ты мое собака эх вы собаки опередили меня ничего себе до вас тут набралось каких хочешь мастей видов типов калибров между прочим вы же понимаете что солнечная энергия это та же самая ядерная термоядерная энергия просто та которая уже выделена можно сказать на безопасном расстоянии по сути по сути естественный термоядерный реактор именно солнце поэтому мы пользуемся этой энергией сейчас уже осталось лишь повторить эту химию физики как бы я сказал так своеобразно выразившись у себя здесь на земле и обеспечить для себя портативное устройство которое можно перемещать с собой куда-то уже более отдаленных путешествиях автостопом по галактике надо что-то выбрасывать потому что затарились мы уже максимально что такое опять темнота ну блин ну что же это такое все теперь у возникла идея такая мы наверное идем на кордон там сплавим все это оружие постараемся возможно если у нас получится если что-то в таком смысле будет апгрейдится а то мы затарены полностью и нам очень неплохо получить деньги а деньги как вы видите за продажу оружие мы можем получить хотя бы чуть-чуть несколько тыщенок нам пригодится иначе без них мы не проживем и между прочим эти альтернативные источники энергии здесь спокойно хорошо как будто домой пришел расслабиться можно никаких проблем никто не стреляет не вызывает бурю ненависти за свои бесконечные оскорбления все можно спокойно пройтись насладиться идущим дождиком туманом блин эти радиоактивные зоны нехорошая это штука эти радиоактивные зоны альтернативные источники энергии они по сути неизбежно обязаны будут использоваться человеком по той простой причине что в космосе лучшего способа получить энергию не найти лучшего и безопаснейшего способом ядерная энергия ядерные реакторы это конечно же неплохо если будут еще и усовершенствовать если откроют термоядерный реактор кпд повысится можно сказать потому что все таки у солнечных батарей кпд маленькая если его сильно повысить тогда да они будут оправдывать свое существование сейчас они тоже оправдывают но лишь как в автономном использовании при сильно большом массивном сосредоточенном использовании есть определенные минусы недостатки тот же нагрев атмосферы другие еще процессы вредные поэтому приходится оборщаться по-прежнему к атомной энергетике к сожалению именно из-за человеческого фактора сделать ее более безопасно и очень трудно как вы понимаете и в ссср несмотря на некое такое представление безалаберном отношении ученые энергетики были очень профессиональными людьми которые продумывали много моментов наперед это было все очень развито к этому все подходили довольно таки серьезно что что с учеными у нас все было в порядке сейчас ясное дело что ничего такого и близко нету все спускается на тормозах все измеряется категории выгодно прибыльно понятное дело что хорошие специалисты уезжают как из россии так и из украины так и из других стран кто сих пор между прочим уезжают честно говоря их уже просто напросто здесь нету хороших специалистов кто сталкался с этой проблемой прекрасно видит что сейчас творится в исследовательских институтах все продается все покупается все дипломы вся эта фигня если не нашел чего и понятное дело сами понимаете что наука развиваться не сможет если не будет тех людей которые смогут развивать образованием занятия необходимых должностей преподавательский состав все это крайне истощено унижено и поставлено фактически в определенные условия те кто уже хотел тех кто более умный выехал остались безусловно можно сказать никого не хотел бы оскорбить но самое бездарное все равно остались потому что ну или те у кого нет выхода в другой ситуации ясное дело что на такой почве ничего особо классного не сделаешь к сожалению как бы не хотелось этот фактор такой признавать но в научном отношении страны бывшего СССР вообще не отражают даже и одного процента той былой мощи которая раньше наблюдалась у второй великой державы в мире и исходя из этого ни о каких прогрессах в атомной энергетике или какое-то повышение качества строительства этих же самых реакторов речь не идет достаточно лишь вспомнить строительство которые ведутся у нас в стране когда буквально могут какой-то дорогущий мост или дорогу построить и она сразу же в тот же месяц или через год развалится полностью это напоминает Китай когда они строят очень крутые небоскребы и они у них сразу же сгорают или валятся хотя китайцы вроде бы как бы снизу начинают и идут вверх а у нас обратный процесс сверху вниз это безусловно этим обязаны строительным материалом которые очень сильно некачественные посмотрите только на цемент который был раньше и цемент который сейчас это две разные вещи какого-то фига решили добавлять у него сейчас шлак кто-то посчитал что это его укрепляет делает более устойчивым морозостойким хотя на самом деле такой цемент долго невозможно эксплуатировать а между прочим на этом цементе строятся монолитные дома сами понимаете что долго они не просуществуют поэтому эта ситуация коллапсирует усугубляется нифига себе бандиты успели тут все позахватывать да я только что вышиб же их все это крестовый поход я им объявлю не ребята дорвались конкретно зря они так я объявляю им крестовый поход идите сюда ну а самая главная вина безусловно это правительство то что оно не способствует самой главной вещи это улучшение образования наоборот и ухудшает разрушает фактически во всех странах СНГ оно практически уничтожено ну кроме понятное дело прибалтийских стран там у них вроде все чудно замечательно чем мы их и поздравляем но тем не менее ничем себе в этом помочь не можем нам от этого никак не легче а как образование уничтожено образование это вообще перспектива если нет хорошего прогрессивного продвинутого образования хороших исследовательских научных институтов то будет только одно воровство идей заимствование у других государств ну и понятное дело деградация всех сфер которая зависит от технологического прогресса что сейчас и наблюдается по всем параметрам спасибо единственное стоит сказать тем странам которые развивают технологии науку благодаря этому мы можем хотя бы у них сворвать что-то получить выкупить и на этой базе построить что-то и свое это тоже путь китайцы по этому пути идут и в принципе довольно таки неплохо прогрессируют единственный вопрос что китайцы трудолюбивый народ причем обезбашенно трудолюбивый если не сказать больше они просто фанатики труда а вот у славянцы этим конечно с трудолюбием с одной стороны вроде бы как и классно но с другой стороны безалаберность она все убивает вся производительность труда она крайне ничтожная не понял я уже испугался черный экран пошел думаю что это произошло может это вылет но не будем о грустном впрочем не будем о грустном наследие СССР еще живо и сейчас оно стало проблемой но становится проблема постепенно так как все эти ядерные реакторы несмотря на продление их эксплуатации придется в 2020 30 годах все равно выводить из эксплуатации иначе они станут крайне опасными ждут нас здесь бандюки и вы видите долговец какого-то притесался но что-то он нам не помогает блин гранаты гранаты ай-яй-яй ловко они тут ого и ты с винторезом блин так у тебя и патроны есть но убивать я тебя не буду не хочется испортить отношения возможно еще когда-то понадобится мне и долговцы и возможно это будет неплохим таким началом для знакомства ну че там вы ссыкуны где вы там засели ааа тупой ты просто хе-хе да все нет уже никого этих ребят нету мленя дохляк федя курьер че там еще есть гришко доктор во это полезные штуки олег пастырь женька глобус эй ты пушкой ты не маши для разговора юрко родиц ну чего тебе мы понимаешь лагерь охраняем мрак то недалеко а ты тут с вопросами нет ну группировка одиночка я че то думал что долг так по ходу дела я могу его зачем правда у меня винторез е Bueno вот это вот вот это дела я тут решил поговорить с юрко думаю вот все попался я в дворском костюме чувачок Фу Вот это вы меня испугали, коровки. Плоти. Вот это они меня испугали. Ну хоть адреналин какой-то. Так, что мы должны сделать? Мы так вернулись. На одиночка блокпост приемник отбились. Да мы не отбились, мы, по-моему, перехватили. Что здесь? Порядок? Или бандиты опять идут? Ладно, не хочу я с ними завязываться. По второму кругу уже придем, когда мы будем посильнее. Когда это легче будет сделать. А то мучатся и мучатся. Сейчас мы свалку точно не в состоянии очистить. Мужик, не сваливай! Тебе же уже поперло! Это кто? Это же вонтер! Тот, с которым мы в ворон. Да я свалил уже, ребята. Все, я уже вас вражелло просто. Просто конфликтую с вами очень сильно, поэтому больше мы с тобой, наверное, никогда не сдыбаемся. По-человечески не погутарен. Только разве что я уже буду стрелять не в ворон. Вот так. Да-да, попробуй в них попади, конечно. О, это че? А, это воська! Да, мы должны его прикончить. Блин. Ты же от йоги? Да, что же вы так... Больше тянуть не будем. Йога попросила считаться с тобой полностью. Вот и отлично. Ай, мужик, постой. Йога что, решил от меня избавиться? Ты-то это не стреляйте. Я заплачу больше. Это сколько? Ну, это... Ну, я не знаю, сколько. Ну, тысяч пять. Пять кусков, говоришь? Тогда давай координаты, чтоб тебя здесь больше никто не видел. То есть тайника где лжит хабара на пять кусков? Хорошо. Да-да, я уже бегу. Я сейчас только проверю кое-чего. Ну, беги, давай. Чтоб не было больше никаких таких отношений нехороших. Убрать человека. Задание отменено по кличке Авоська. А что, его убили там? Че шо? Он что, сам убился? Странно. Ладно. Ха, интересно. Бедная Авоська. Все его хотели убить, и он, наверное, сам убился. Загубился просто. Загубился просто. Загубился просто.